За прошедшую неделю в регионе было зарегистрировано два лесных пожара. Насколько изменились условия обнаружения и ликвидации огня, а также можно ли быть уверенным в том, что катастрофа 2010 года не повторится вновь, нам рассказал начальник государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Пожлес» Сергей Абрамов. С 2011 по 2013 год в «Пожлес» было поставлено порядка 70-80 единиц техники новой. Это и автомобильные цистерны, и трактора колесные, гусеничные, и патрульные автомобили. Значит, установлено, как я уже сказал, 25 камер видеонаблюдения тоже после того года. Проведен анализ, и он проводится каждый год в течение пожароопасного сезона и по его завершению, то есть по перегруппировке сил и средств, по выполнению превентивных мероприятий. Камера реагирует на любые задымления, как в населённом пункте, так и в полях, так и в лесах. В этом году, помимо лесных пожаров, 25 камер видеонаблюдения, которые работают, они более 100 случаев дали возгорание палов сухой травы, о чём было передано в ЕДДС, в МЧС, что позволило им выполнить свою работу. После дождей угроза пожара невысокая, но и сегодня, даже в такую погоду, сотрудникам пожилеца не расслабиться. Необходимо подготовить и привести технику в порядок. Ведь в арсенале 150 машин. Александр работает в лесном хозяйстве уже 20 лет. Сначала следил за ним, а теперь защищает его от огня. Многолетняя практика показала Александру, что главной причиной лесных пожаров является человек. Основной фактор человеческий, как говорят все и везде, 99,9% человеческий фактор. Бросают непотушенные костры, окурки, разводят мангалы в неположенных местах, там, где это запрещено. Вот отсюда возникают лесные пожары. В этом году для усиления контроля за пожароопасной обстановкой в лесах региона пожилец дополнительно разместил 10 отдельных постов, которые позволят сократить время реагирования и прибытия на лесной пожар. В состав отдельных постов входит пожарная машина и два сотрудника. 19 филиалов пожилеца распределены по всей области. Их деятельность координирует пункт управления. Система регистрации, камеры видеонаблюдения вычисляют огонь, подают сигнал, диспетчеры координируют ближайших к возгоранию пожарных. Это пожарно-химические станции, расположенные на территории Рязанской области. Значит, систему мониторинга в себя также включает 22 пожаронаблюдательные вышки, с которых в пожароопасный период ведется наблюдение наблюдателями, у которых в арсенале есть и средства наблюдения, и средства связи. Значит, 25 камер видеонаблюдения, они обозначены и подсвечены здесь вот таким синим цветом. Это камеры видеонаблюдения, которые расположены на мачтах сотовой связи. Значит, примерная высота их от 40 до 70 метров выше, то есть радиус действия их от 15 до 20 километров в зависимости от условия погоды. В пункте управления постоянно проходят учебные тренировки, разыгрывая со сценарий. И все филиалы по области работают в режиме реального огня, тем самым совершенствуя скорость и отлаженность действия. Сергей говорит, что такие тренировки необходимы в обязательном порядке, потому что при настоящем пожаре на счету каждая минута. Леса, вот лисичка на приеме. Обстановка нормальная, выездов не было, горизонт через как приняли? Принято. И очень обидно, когда профессионализм сотрудников, количество техники, современная оснащенность бессильна против одной безалаберно зажженной спички или непотушенной сигареты. Вновь и вновь борцы с огнем не устают повторять. Жизнь леса в руках человека. И кто станет лесу другом, а кто смертельным врагом, решить нужно каждому самостоятельно.